Недавно с одним из своих подписчиков мы общались на тему разных фильтров, какие бывают. Зашла речь относительно барабанного фильтра и УЗВ. То есть фильтр, который, в принципе, застаряется, но его необходимо чистить в районе 1 месяц... 1-2 месяца, может быть. Точно такой же, как у меня был в одном из моих видео. Я когда-то писал, у меня были кибочки с разными наполнителями. Там типа были медиа K1, K3, кажется. В одной бочке был K1. Она была очень грязная. Потом была бочка 2-я с K3 медиа. Там потолще или наоборот. Я уже напомню, как-то так было. Вот. И да, приходилось, конечно, достаточно часто чистить уровни аммиака поднимались огромные. Просто невероятно. У меня даже был случай, когда умерло несколько осетров. Ну да, действительно, пруд был маленьким, небольшим. Вот. И, естественно, не успевалось перерабатываться. Но теперь чуть побольше пруд здесь, в районе 7 губов. Вода чистая, как вы видите. Вот. То есть живут тут разные рыбы. Начинаем с литров и куклы от 4 штук. Вот. И заканчиваем в карпане. Ну вот светры. Светры большие достаточно. Их сейчас плохо видно, потому что, естественно, солнце светит. Тем не менее, возвращаясь к нашему разговору, относительно фильтров. Могу сейчас быстренько показать, как все организовано. Вот. И потом в дальнейшем планируем провести некий эксперимент. И посмотреть, насколько справляется фильтр. Браманные. Относительно того, что... Ну, так... Конникцион или как это... Типа... Старого типа фильтры, которые работают по типу УЗВ. Ну, с фильтрацией... Поролоном, всяким там... В общем, да. Вы видите, насколько... В принципе, вода не грязная. Рыбу видно. Видно на дне осетров плавающих. Вот. Различные рыбы. Естественно, большинство уже больших, потому что всех маленьких. Цапли переловило. Остались только большие. Вот. В общем, кушают много. Вот. Кормить приходится часто. Ну, там, один-два раза в день. Вот. И, естественно, осетры, которые достаточно большие, они потребляют очень много еды, белка. Который потом необходимо преобразовывать, нейтрализовать, когда уже идет выхлоп с них. Так вот. Это фильтр, собственно. Вот. Который... Грязный достаточно. Вот. Борованный фильтр. Накапливается... Накапливается огромный колесец всякого барахла. Вот. Чтобы показать, как принцип работы. Ну, в принципе, есть уже в одном из видео. Вот это, как видит, выглядит барабан. Он промывается. Вот. Вся вода уходит в дренаж. Ну, это, как говорится, механическая очистка. Дальше идет уже биологическая. Вот. То есть, вода поступает сюда. Ну, и тут, соответственно, идет биологическая обработка с воздухом и всеми делами. Вот. Дальше идет по трубе. Вот. В качестве эксперимента мы сейчас откроем одну из труб патрубоков и посмотрим, насколько много выделяется всяких нечистот из барабанного фильтра. Значит, вот. Сюда приходит труба. Дальше она идет в яму. Дальше здесь она выкатная яма и, соответственно, она хранится все нечистоты в яме. Вот. Мы что сделаем? Мы снимем. Сегодня 31 августа. Последний день лета. И в качестве эксперимента мы откроем этот патрубок и будем наблюдать, там, день за днем, сколько выделилось нечистот, так скажем. Вот. Я буду, конечно, не буду все эти, там, месяц отслеживать. Ну, приблизительно, я думаю, где-то... Ну, посмотрим. То есть, самому ради интересно. Интересно, сколько это выходит. Я, там, буду один или, там, через день, может быть. Нет необходимости каждый день это делать. Вот. Мы потом посмотрим, сколько накопилось нечистот. Вот. Ну что, поехали. Ну, можно сказать, день один. 31 августа. Уже запах такой неприятный раздается. Но, тем не менее, вот. Пока ничего нету. Вот. Естественно. И давайте, может быть, через каждые два дня так будет интересней. Значит, вот. Чуть-чуть выделилось. Вот это все, что есть. На сегодняшний день. Сегодня вечер уже. То есть, сейчас послушаем на часы. Пол пятого. Ну, все. Пока. Ну, вот. Конферещал. Маленький апдейт. Давайте посмотрим, что у нас на следующий день произошло. Вот. Сейчас. Занартная палка. А вон. Вот это все видно за один день только. Не видно, не видно вам. Только один день. Все это затеясь, она вот вышла. Вот. Посмотрим, что завтра будет. Короткое обновление. Нашел вот такую вот лопатку. Давайте проверим. Вот, значит, наше маленькое оболотце растеклось. Вот. Который день вот. Все это. Все вот это вот грязь. Вон. Вон. Уже сколько. В общем, прилично. Вот так столько выходит постоянно грязи. Извините. То есть, вот. Это вот столько грязи. Тут еще, правда, вон. Тут немного растеклась. Здесь. Приблизительно вот столько. За два или три дня. Вот. Воняет, конечно, тоже не очень хорошо. Но, извините, теперь хоть есть некое представление о том, сколько грязи выделяется в течение там трех-четырех дней. Вот. То есть, представить себе, что это все грязь. Она остается в пруду или на фильтре. Даже с учетом того, что она разлагается. Это все будет, конечно, приличное количество нитратов. Небольшое обновление. Значит, ровно неделю назад мы открутили трубу от ямы. Вот. Теперь можно увидеть, что происходит. Сколько, на самом деле, сколько, на самом деле, всякого хлама, чтобы не сказать по-другому, выходит из бассейна. Вот. Вот. Приблизительно можно оценить уровень. Можно понять, насколько хорошо, даже не то, что хорошо, насколько много всякой гадости, так скажем, из нашего бассейна удаляется за неделю. Вот это все, это все, это все. Вот. Я даже не знаю, стоит ли продолжать этот эксперимент, потому что вот эта вот вся штука, вот, она была удалена из бассейна. То есть, это неделя. Это всего лишь прошла одна неделя. Так работает барабанный фильтр. Просто на секунду можно представить, если вот эта вся жижа, так скажем, оставалась бы у нас в бассейне или где-то в фильтрах. Вот. Я, честно вам скажу, не уверен даже, смогли бы справиться бактерии, потому что оно, по сути дела, тоже находится сейчас под действием бактерий, вот, которые должны, по идее, уничтожать всю вот эту вот гадость, гадость, которая выходит из нашего фильтра, из нашего бассейна. Вот. Ну, можно оценить, оценить уровень удаления остатков еды из жизнедеятельности рыб. То есть, в принципе, как можно понять, наш фильтр-барабанник хорошо трудится. Вот. Не знаю, я еще, может, подожду пару дней. Дни два-три, может быть. Ну, хотелось бы, конечно, две недели, чтобы оно, чтобы оно, ну, увидеть, какой будет результат. В общем, посмотрим. То есть, я попробую еще одну неделю, но это все будет, конечно, вонять и жутко будет выглядеть здесь. Так что, вот так вот, барабанный фильтр рулит. Вот, значит, результат, какой получился. Не то, чтобы получился, но как оно выглядит сейчас. Заканчиваем наш эксперимент с трубой, ну, чтобы посмотреть, насколько много у нас шлаков выходит из пруда. Вот, значит, как выглядят веселые, довольные рыбы. Вот. Чистый пруд видно хорошо, темных осетров, которые плавают. Вот. Ну и, собственно говоря, здесь все-то плохо с этого ракурса, конечно. Ну, видно, что достаточно светлая вода. Только что выключил насос, вот, чтобы снять без волнений воды. Поэтому это сейчас приостановился. Насос, кстати, тоже управляется через Wi-Fi. Вот. Вот. То есть, можно менять его, менять напор и мощность, в зависимости от условий. Вот. То есть, в зависимости от жарко-холодно. Может, хочется, не хочется сэкономить немного. Вот. Ну, соответственно, зимой меньше надо качать, а летом чуть побольше. Вот. Поэтому, хорошая вещь, когда ты можешь управлять насосом, а не постоянно, чтобы он качал со скоростью одной и той же. И вот, получается, га-рыбы. Насос непосредственно в том углу находится. Вот. Выход идет отсюда. Вот. И, собственно, вот как все выглядит. И сам насос, вернее, упропульт управления к насосу. Вот он. Вот. Вот. Он здесь. в первом. Вот. Он сейчас выключен. Там можно разглядеть. Ну, сейчас вот так он выключен. Ничего не показано. Обычно показывают расход электричества. Вот. Ну, и видно, что есть плюс-минус кнопки, которые увеличат, уменьшают. Также это все можно сделать при помощи приложения на телефоне. То есть, вот опять же, наш детоксикатор, как он выглядит. Тут, конечно, вот. То есть, идет все фильтра. Вот. Соответственно, идет биологическая очистка. Вот. Ну, и вот труба, она под этой дорожкой находится. Ну, и дальше. Вот. Вытекает все. Создается вращение воды. То есть, вода не стоит на одном месте. Она постоянно движется. Так что вот. А. Самое главное. Сейчас пойдем посмотрим, как выглядит то болотце, которое образовалось за время эксперимента. То есть, за две недели. Смотрим. Так. Знакомая болотце. То есть, вот. Я уже останавливаю эксперимент. Потому что, все. На этом Алис хватит. Как говорится. Вот. То есть, видно, сколько всей грязи. Сколько грязи. И, соответственно, если от труба даже спряталась. Здесь. Вон. Если посмотреть, конечно, и подванивает чуть-чуть. Не очень. Не очень приятно. Но, тем не менее. Вот. Что получилось. То есть, можно себе представить. Эта всю грязь. Находящаяся в течение двух недель. В УЗВ. Фильтре. На основе бочек. Я себе такое не представляю. Это. Досмиттрибом. Вот. Даже несмотря на то, что многие говорят о том, что. Там бактерии все делают. Чистят. Я вам скажу. Столько. Чистить. Вот видите. Просто грязь. Огромное количество. Вон. Просто. Нереально. Тут. Не знаю. Килограмм десять. Наверное. Этой грязи. Вот. Просто. На секунду не могу представить себе. Что. Происходило в самом фильтре. То есть. Я ничего не рекламирую. Ни в коем случае. Вот. Просто. Ради эксперимента. Была вот. Такая вот. Интересная. Задача. Сколько. Накопится грязи. В течение. В течение. В течение. Двух. Недель. Я думаю. Я не выдержу. Потому что. Действительно. Очень много. Выходило. Выходило. Но. В данный момент. У меня. Все. Уходит. В. В. Яму. Я выкопал яму. То есть. Яма. И. Там. Оно. Все. Постепенно. Рассасывается. Бактериями. Вот. Еще. Ни разу. Не чистил. Год. Назад. Выкопала яму. Там. Все. Оно. Происходит. Вот. То есть. Основная задача. Фильтра. Это. Как можно. Скорее. Убрать. Всю эту. Грязь. Из. Бассейна. И. Фильтров. Чтобы. Не. Начало. Выделять. Азот. Вот. Поэтому. С этой. Задачей. Хорошо. Справляется. Наш. Барабанный. Барабанник. Молодец. В этом. Случае. Он. Показал себе. На. Отлично.